Примечательно, что в Брест прибыли представители абсолютно разных по менталитету, религии и в некоторой степени мировоззрению стран, начиная от Кубы, заканчивая Йеменом и Северной Кореей. Особое внимание стороны уделяли товарообороту между странами. Руководитель Брестской области Юрий Шулейко, начиная диалог, отметил высокий статус Брестской области как площадки для потенциальных инвесторов. Брестская область – один из флагманов, который серьезно занимается пересадкой почки. Сегодня делает операции на открытом сердце. У нас серьезный очень потенциал медицинский. На территории области находится ряд первоклассных санаториев, которые позволяют принимать и обеспечивать лечение по различным направлениям заболеваний. Это сердечно-сосудистая система, опорно-двигательная система, что дает возможность привлечения туристического медицинского потенциала непосредственно. Брестщина славится своими культурными традициями, а праздники проходят всегда пышно и оригинально. Именно поэтому Юрий Шулейко пригласил зарубежных гостей посетить фестиваль моды и стиля «Лукбук», который стал первым и одним из самых масштабных праздников моды в Беларуси. Десятки дизайнеров представят свои коллекции. Фишка самого города – то, что в нашем городе находится огромнейшее количество частных фирм, которые занимаются производством, пошивом, моделированием верхней одежды. Но в основном это женская. И завтра, будучи в городе, когда вы будете посещать нашу, так сказать, импровизированную, модную такую выставку, вы увидите, насколько этот высок уровень, потому что эти компании, я считаю, даже имеют некоторый мировой уровень. И мы даже не знаем сами порой, куда они продают. Они продают и в итальянских бутиках в том числе. Брестский регион славится своей текстильной промышленностью, медициной, производством бытовой техники и многим другим. Поэтому неудивительно, что зарубежным странам интересно Брещено и Беларусь в целом. Уже сейчас наращиваются поставки наших товаров на африканский рынок. И с каждым годом экспорт растет на несколько процентов. Африка, в первую очередь, может быть, идут поставки нашей техники, нашей продукции на африканский рынок. Поэтому сами дипломаты сегодня подтверждают, что мы недостаточно действительно знаем вашу страну, когда видят наши производства, они говорят об этом откровенно. Поэтому показать нашу продукцию дипломатам, которые находятся здесь, тем более впервые, вот в этом видим свою первоочередную задачу. Потому что Африка – это большой рынок, где может быть востребована наша продукция. И результаты последних лет мы увеличиваем туда продажи. И это видно, что несколько процентов в год мы добавляем на африканский рынок. Еще один давний партнер Республики Беларусь – Куба. Экзотическая страна уже давно считается для нас братской. Поэтому так активно сегодня ведется диалог о сотрудничестве в экономической, туристической и культурной сферах. Мне, знаете, что больше всего впечатляет в Беларуси, что это маленькая средняя страна, которая добилась таких успехов, которые не все страны вот такого масштаба могут добываться. Вы молодцы в сельском хозяйстве. Вы экспортируете больше 6 миллиардов продуктов сельского хозяйства. И в промышленности вы тоже экспортируете. И имеете здесь развитие, которое самого низкого, скажем. У вас все полные циклы, я бы сказал. Социально направленная страна. То есть я думаю, что белорусская модель очень успешная. Вы держите суверенитет, независимость, единство и стабильность. Не говоря уже о порядке, не говоря уже о чистоте, которые все иностранцы, которые приезжают в Беларусь, смотрят, видят. И мы очень хорошее мнение о братской Беларуси. Неизменно высоким остается товарооборот Брестской области с Российской Федерацией. В первом полугодии экспорт составил полтора миллиарда долларов. Все векторы сотрудничества Брестской области и Беларуси в целом говорят о том, что наша страна не только готова к рыночным отношениям, но и может консолидировать на своей земле совершенно разные страны с разными взглядами.